приветствую себя на кухне сегодня пришел немного пораньше с работы и решил для своих домочадцев приготовить скажем так небольшой праздничный ужин готовить я сегодня буду утку в духовке фаршированную яблоками красной капустой и картофельными клецками начнем все ингредиенты необходимые для приготовления этой утки вы найдете под видео а для рецепта мне понадобится сама утка красное сухое вино неважно какое мелко нарезанные кубиками тост петрушка 3-4 яблока в зависимости от величины они пойдут у меня непосредственно в утку филе с двух апельсинов апельсиновая цедра с половинки апельсина апельсины забудьте предварительно ошпарить кипятком и протереть бумажным полотенцем масло сливочное 100 грамм и масло топленое 60 грамм demi glass это для апельсинового соуса как готовится demi-glace вы найдете у меня на канале ссылку под видео я оставлю как готовится красная капуста вы найдете у меня на канале ссылку я оставлю как делаются и готовятся картофельные клецки вы также найдете у меня на моем канале а сейчас я в бульоне который я уже приготовил поварю свою утку буквально пять минут пока луком не бланшируется я займусь яблоками у яблок удаляю сердцевину утка моя закипела и вот именно с этого момента я даю и покипеть буквально пять минут так поварившуюся пять минут утку я присаливаю и перчу фарширую яблоками яблоки я засую целиком сколько влезет поместилось у меня два с половиной яблока и зашиваю утку я зашил я включил духовку на 200 градусов вверх-вниз заливаю в противень 350 миллилитров вина и наливаю сюда же моего бульона которым я варил утку вы спросите у меня для чего я варил утку я вам отвечу для того чтобы каждая клеточка утки запечаталась чтобы она осталась сочной и чтобы кожица после приготовления была хрустящей так но этого будет достаточно значит этот противень с бульоном будет мне служить для того чтобы во время приготовления утки если будет капать жир чтобы он капал весь сюда и также чтобы весь аромат поднимался и отдавал утку сейчас я вам все это покажу вот сюда ставлю я противень с бульоном и на решетку укладываю утку утку я буду переворачивать каждые 15 минут время приготовления примерно от двух до двух с половиной часов ну оставшиеся горлышко я также приготовлю а также полтора яблока которые у меня остались оставшийся бульон я процежу и днем впоследствии я буду отваривать моей клеточки пока утка запекается я приступлю приготовлению польского соуса топленое масло я растопил на сковороде и сразу же сюда отправляю мелко порезанный тост и даю ему подрумяниться мой апельсиновый соус тоже готовится в нем мне особенно ничего делать не нужен так как он готов мне достаточно его только загустить так мой соус кипит и я загущаю его крахмалом кукурузный крахмал я развел в холодной воде буквально совсем немножко максимум 5 грамм и немного поварю филе апельсина и цедру я на данном этапе добавлять не буду вкус цедры выварится а филе апельсина просто разварится соус я выключаю так мои сухарики уже подрумянились я добавляю остаток сливочного масла дам буквально еще немного подрумяниться это не обязательно должен быть толстанный хлеб достаточно взять панировочные сухари мой соус готов я его отставляю польский соус готов я его также отставляю так ну потихонечку мы подходим к завершению соус мой закипел вот теперь я отправляю до цедру апельсина отправляю филе апельсина дам закипеть и отключу клетки мои им еще осталось 15 минут красная капуста она у меня горячая час ее держу в тепле просто чтобы она не остыла так польский соус его я тоже начинаю разогревать так теперь посмотрим утку так ну вот моя утка вот так вот она выглядит сейчас я ее переверну и останется еще томится буквально 15 минут утку я перевернул и последние 15 минут я добавляю температуру до 220 градусов отключаю положение вверх-вниз и запекать будут только на на обогреве сверху ну я приступаю к подаче ну вот друзья мой ужин готов если вам понравилось это видео оставляйте ваши комментарии ставьте лайки ну а я на этом с вами прощаюсь и до новых встреч